Я терпеть не могу, чтобы из меня по телевидению делали идеальную семью. Я тоже не люблю сниматься, если честно. У нас есть свои определенные традиции в семье. У нас нет такого, чтобы мы могли раз все сесть за завтрак. Я только пью кофе утром и все. Он даже мне не показывает. Никогда. Не знаю такие вот принципы у него в жизни. Я вот всегда настолько восхищаюсь. Этот человек вот, ну, просто вот, действительно самурай. В карате есть такой иероглиф «Ос». Но чисто его такое прямое значение – это терпи. ОС, ОС, ОС. Его используют как приветствие, ОС, как поклонение. ОС. Терпи. И иди вперед, делай свое дело. Принцип моей жизни. ОС. 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 лучше ты должен быть всегда примером всегда пресс покачать 1 100 150 там отжаться сто раз от пола поэтому если это не твой образ жизни не подделаешься подать зачем всю жизнь идти туда где бьют а можно просто жить в удовольствии зачем вот это я не задумывался зачем мне это нравилось делать киука шинга переводится поиск предела совершенства а вы свой предел совершенства уже нащупали нет нет я все время считаю себя что я на таком начальном уровне михаил гяч легенда штучный товар людей достигших такого спортивного мастерства на планете единицы но путь в карате это как вечный круг жизни сначала белый пояс от тренировки к тренировке темнеет от усердной работы затем ты достигаешь вершины мастерства получаешь черный пояс и понимаешь что это всего лишь предгорье и уже черный пояс от тренировки к тренировке велеет от пота и пыли что такое мастер боевых искусств что такое черный пояс это в первую очередь учитель который умеет врачевать кроты для многих да это такое понятие драка да конечно но если так вот то есть философки да дайте к этому то это можно сравнить как вот айсберг мы сверху видим только маленькую маленькую макушечку этого айсберга вот именно все эти знания которые дают боевое искусство они под водой они скрыты они не видны обыватель родители когда приводят думать что а вот они будут бить друг друга вот они станут агрессивными нет философия совершенно другая вот в карате воспитать характер воспитать волю воспитать мужчину или просто сильного духом человека когда тело становится сильным неважно это русские богатыри или там японский самурай неважно то с этим совершенством приходит и духовное совершенство мы забываем о генокодинации понимаете он то меняется потихонечку он меняется мельчает народ то мельчает физически понимаете я встречаю с людьми своими ровесниками которые но от пола то отжаться не могут два-три раза вот с таким животом сидят до нельзя это в карате делать носочек носочек оттянут здоровом теле у нас что здоровый дух дух человеку он идет от тела какая-то новая генетическая формация образовалась вот это плохо вы же именно эту новую формацию тренируете это же именно эти люди это другая формация мы прививаем другое отношение жизни приходят все остаются не все те кто остаются они остаются за счет чего за счет того что правильно выставлены цели за счет того что они видят что в процессе тренировок они становятся лучше они становятся другими они становятся дисциплинированными они уважают старших этот айтишная тенденция мы теряем спортсмена в возрасте 17 лет хороших спортсменов почему потому что родители тебе нужно образование тебе нужно вот это тебе нужно да нужно это он у спорт бросать нельзя то может дать человеку спорт он может ему дать счастье вот я счастлив спорт это не бизнес почему потому что цель зарабатывать деньги и цель делать из детей спортсменов по большому счету делать порядочных людей это разные цели они несовместимы можно выбирать либо ты хочешь деньги заработать либо ты хочешь из детей сделать людей марина ты место еще для питья на самом деле я и сама уже не хочу почему потому что это очень огромная ответственность невероятно огромная ответственность потом я хочу немножко побыть мамой первую очередь это мой друг тот с кем можно поделиться всем тот который никогда не предаст потому что предательство это очень страшная вещь это мать моих детей это хозяйка в доме просто бессон бессознательно подошла к нему после сервины сказал пожалуйста возьмите меня тренироваться к себе я не думала конечно через много-много лет это мой супруг будет но вот мне просто вот это вот сила притянула хотя я уже в то время то была спортсменкой но вот такой энергии я никогда в жизни ничего не видела подобную да у нас вся семья спортивная и дочь занимается спортом и сын занимается спортом я симбиоз лучших качеств от обоих моих родителей есть лучшие качества от папы и лучшие качества от мамы но плохих все плохие качества это мои личные многие подруги друзья говорили что ты живешь в этой школе по 24 часа в сутки но я не могу по-другому я вот такой человек я люблю свою школу потому что я создала ее сама я построила сама ее каждый уголочек обжитый в школе все это сама своими руками сделано вот столько сюда вложено любви времени я не знаю сил вся жизнь сюда вложено я хочу чтобы больше детей занимался на школе хочу отдавать передавать свои знания деткам вот именно вот привить им эту любовь в ваших руках будет серьезное оружие и вот вы будете принимать присягу что давать клятву своему тренеру что никогда не нарушите эту клятву катай ос 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 Марина Самарцева единственная женщина обладательница черного пояса пятый дан это не просто полосочки за каждый из них колоссальный труд а еще не подъемный вклад не только в себя в первую очередь в тех детей которым она показала цель верная подруга и соратница мастера и только они двое знают сколько штормов пришлось сдержать семье чтобы каждый в ней стал спортивной легендой мне очень много приходится общаться очень много приходится общаться но я мало кого пропускаю свой близкий круг это же страх чего-то мой дом моя крепость вот я за этой крепостью и хочу быть что вас пугает жизни вообще не может напугать что может она наверное уход близких людей это очень боюсь что должно произойти и что нужно в себе найти чтобы открыться и жить дальше ну наверное есть еще другие близкие люди такие же близкие если у тебя еще есть кто-то надо носит собрать все вот это в кучку и идти у меня сын маленький ну тем такая не хочу в нее вникать пускать туда никого не надо это лично я тоже как начинаете временно вспоминать у меня слезы наворачиваются это очень тяжело где он нашел мужество в себе да и и нашел смысл ради чего дальше нужно продолжать жить жизнь настолько многогранно да были конечно моменты вот с гибелью там ребенка с болезнью которой мы думали что не справиться но человек я говорю железной воли это вера такой нужно иметь боже мой вот вот такую веру надо иметь до что благодаря только диете он может и излечиться я вообще в этот но не верил но не верил пока сама результат не увидела когда вот он однообразную пищу каждый день как там птичка клюет по чуть-чуть и ничего себе в этой жизни вообще не позволяет я садилась кушать и у меня слезы градом текали как так можно вообще вот он не плачет а вот вы рядом с ним плачете когда вам за него больно да я девочка я плачу иногда папа вот несмотря на все вот тут жесткость строгость он очень добрый человек он поразительно добрый человек не бывает вот это вот кипит злость такая папа да он то-то-то да он такой сякой 5 10 папа такой насти успокойся забудь про все ну прости я так как прости он же ты опять 10 насти добрее надо к людям быть это благородство и что эту мудрость надо радоваться радоваться жизни радость жизни в любом ее проявлении любой минус переводить в плюс а иначе зачем жить-то жизнь она короткая последнее время просто я задумываюсь глядит она наверное миссия была такая чтобы все-таки помогать людям что вы имели ввиду ну наверное помогать мальчишкам девчонкам научить их ставить цели достигать их цели делать их спортсменами делать их счастливыми у них куча друзей настоящих друзей которые не придадут это счастье иметь друзей таких это счастье быть причастным к чему-то большому хорошему привет справедливому вообще просто очень на самом деле много шансов было уехать и в израиль в америку и потом уже вот недавно в испанию но мой супруг всегда говорит наше место здесь мы здесь нужны нашим детям нашим имеется ввиду спортсменам они верят нам правда верят и надеется на это и как вот это взять надежду и загубить мои хорошие как я вас люблю а вы шахана любите быть тренером и тоже миссия тренера и педагог и учитель это вообще разные вещи тренер это человек который воспитывает личность который берет на себя голоссальный груз ответственности это очень большая ответственность у простолеть к ответственность сделать из ребенка личность они взятели просто воспитывать спортсмена не воспитывать личность нет каждый спортсмен каждый спортсмен высоких достижений это уже личность многогранная очень интересная личность из такие профессии как юрист врач педагог которые не должны быть справочники не должны они обращаться они должны они говорить ok google что там вот это понимаете потому что мы несем ответственность за тех кого приручили